Честно говоря, видя такое количество ложных, скажем, я не знаю, как это назвать, заявлений со стороны как налогового инспектора, так и со стороны АКС ГКНБ и в связи с тем, что сами АКС ГКНБ не имеют права проводить антикоррупционных таких проверок в отношении частных компаний, я считаю, что в свете того, что орган, сам орган АКС при ГКНБ будет вскоре расформирован и будет создан новый орган по борьбе с коррупцией и финансовым преступлением, я полагаю, что они просто хотят набить карманы перед Новым годом, то есть, либо перед расформированием. То есть, это мое мнение, то есть, это не мнение компании, это мое личное мнение. Откуда у вас информация, что этот орган будет расформироваться? Это было заявлено президентом Тамбаевым. Еще такой вопрос, если говорить по-простому, да, можно ли сказать, что поступил заказ? Я не могу сказать на эту тему, потому что не обладаю такой информацией, я не знаю, но то, как были проведены обыски, как были проведены проверки, то есть, решения задним числом и тому подобное, то есть, было видно, что сотрудники просто не ожидали столкнуться с такой сопротивлением, грубо говоря, то есть, попыткой компании вести все в рамках закона, то есть, они просто растерялись и делали уже все непонятно как, то есть, фальсифицируя на каждом шагу очень много фактов. Мы указали эти факты фальсификации в генпрокуратуру, то есть, и заявление, как бы, на имя начальника налоговой инспекции. — А у меня было, как бы, они никак не реагировали, да, на ваше заявление? — Никак. — И генпрокуратура тоже никакой ответственность? — А генпрокуратура нет, генпрокуратура начала расследование, то есть, на видео было видно, что инспектору звонили генпрокуратурой, она назвала даже имя, по-моему, следователя, что ее вызывают, но, как бы, пока это никак, никаким образом не сказалось, то есть, это было вот 25-м числом, что ее вызывали, что генпрокуратура письмо получили, но, как вы видите, 28-го числа было возбуждено уголовное дело, причем, я хотел бы еще отметить, что если бы у сотрудников АКС ГКНБ была информация, то есть, счета фактуры, либо еще что-то, то есть, документально подтверждающие о том, что компания «Ультра» якобы скрывает налоги, они могли бы возбудить уголовное дело на основании этой информации, они не стали бы фальсифицировать решения, акты воспрепятствования с целью, чтобы хоть на чем-то возбудить уголовное дело, это полностью доказывает, что у них нет никакой информации о том, что компания «Ультра» скрывает налоги, то есть, и сейчас это просто сделано для того, чтобы, то есть, проведены обыски, оказывается давление, то есть, я считаю, что это просто, ну, не знаю, просто какое-то беззаконие. А никаких предложений не поступало? Нет. Уладить как-то? Нет, нет, нет. А руководство стоит на допрос? Нет, пока не вызывает. То есть, пока вызывает только сотрудников, которые находятся в магазинах, то есть, находились в магазинах на момент проведения акции, то есть, когда люди совершали новогодние покупки, то есть, наши акции. Ну, и о чем там запрашиваются? Я не знаю, то есть, они дают, по-моему, ну, насколько я понимаю, то есть, кем вы работаете, что вы делаете в магазине, ну, то есть, вот в таком плане, то есть, как вы работаете, и откуда берется товар, то есть, и тому подобное, то есть, товар, как у нас, вы видите, то есть, там, ну, большая куча, то есть, как здесь указано, ГТД за март, декабрь, январь, апрель 2013, апрель и июнь 2013 года, то есть, согласно предписанию по датам, то есть, это все заходит по ГТД, то есть, у нас все это, как бы, по закону, то есть, по документам. Хотел бы обратиться, если возможно, к президенту Атамбаеву, а также к генеральному прокурору, с целью вернуть проверку в правовое русло, то есть, перепроверка должна проводиться по факту, если есть такой факт со стороны АКС ГКНБ или со стороны налоговой инспекции, пожалуйста, вот факт, проверяйте, если необходимо доначисление, начисляйте, мы готовы, если такого факта нет, просим отменить неправомерные действия сотрудников, как налоговой, так и АКС ГКНБ.